Вселенная – удивительное место. Она содержит миллиарды самых разнообразных звёзд, крошечных карликов и огромных сверхгигантов, тусклых и ярких, заурядных и необычных. Все они связаны невидимыми нитями гравитации, образуя галактики и звёздные скопления. В свою очередь, галактики тоже ведут свою захватывающую жизнь, формируются, эволюционируют и поглощают друг друга. Они имеют сложную и упорядоченную внутреннюю структуру, определенную фундаментальными законами природы. У нашей галактики тоже есть соседи. Поговорим же о самых интересных из них. Космо. Первый космический. Точное количество галактик во Вселенной достоверно неизвестно. Предполагается, что это число превышает несколько сотен миллиардов. Галактики могут иметь самую разную форму. Основными типами являются эллиптические, спиральные, линзовидные и неправильные. Также выделяют дополнительные подклассы. Так, например, Млечный путь относится к спиральным галактикам с перемычкой. Так как любая галактика состоит из огромного множества звёзд, масса этих объектов могут достигать невероятных значений. Например, карликовая галактика Сегуэ-2 имеет массу всего 550 тысяч солнечных. А сверхгигантская эллиптическая галактика IC 1101 в 1700 раз тяжелее Млечного пути. Наша галактика вместе со своими ближайшими соседями входит в объединение, называемое местной группой. Оно включает в себя более 50 галактик, из них три сравнительно крупные. Это Млечный путь, туманность Андромеды и галактика Треугольника. Диаметр местной группы составляет около 10 миллионов световых лет, а масса превышает Солнечную примерно в 3 триллиона раз. В свою очередь, местная группа вместе с несколькими другими небольшими галактическими скоплениями входит в состав местного листа – плоского облака диаметром приблизительно 23 миллиона световых лет. Его толщина при этом составляет около 5 миллионов световых лет. Местный лист же входит в сверхскопление Девы – обширный элемент крупномасштабной структуры Вселенной. Условно местную группу делят на четыре части. Первая называется «подгруппой Млечного пути» и состоит из нашей галактики и ее спутников, которые могут являться как карликовыми галактиками, так и звездными скоплениями. Млечный путь – вторая по величине галактика в скоплении. По современным оценкам, она включает в себя от 200 до 400 миллиардов звезд, а также от 25 до 100 миллиардов коричневых карликов. Наша галактика имеет спиральную структуру и представляет собой диск диаметром около 200 тысяч световых лет. Толщина его при этом составляет всего лишь около тысячи световых лет, однако в центре диска находится «балч» – утолщение диаметром около 27 тысяч световых лет. Предполагается, что в нем расположена сверхмассивная черная дыра, имеющая порядка 4,3 миллиона солнечных масс. Вокруг нее вращается черная дыра меньших размеров от 1 до 10 тысяч масс Солнца. Считается, что большую часть массы Млечного пути составляет темная материя, поэтому точно определить этот параметр пока невозможно. Согласно последним оценкам, масса нашей галактики составляет около полутора триллионов масс Солнца. Немного удалившись от Млечного пути, мы можем заметить, что он имеет 31 спутник. Большей частью они представляют собой карликовые галактики неправильной формы, искаженные гравитационным влиянием своего массивного соседа. Ближайшим спутником является карликовая галактика CMA Dwarf, которую можно обнаружить в созвездии Большого Пса. Она расположена в 25 тысячах световых лет от Земли и 42 тысяч световых лет от центра нашей галактики. Эта карликовая галактика имеет форму вытянутого эллипса и содержит предположительно около 1 миллиарда звезд, преимущественно красных гигантов. Из-за влияния гравитации со стороны Млечного пути галактика Большого Пса почти распалась. Приливные силы привели к тому, что вырванные из нее звезды образуют кольцо Единорога – сложную кольцевидную структуру, оборачивающуюся вокруг Млечного пути. К сожалению, наблюдение за CMA Dwarf крайне затруднено из-за газопылевых облаков, расположенных между ней и Землей. Крупнейшим спутником Млечного пути и четвертой по величине галактикой в местной группе является Большое Магелланово облако. Расстояние до него составляет около 163 тысяч световых лет. Оно содержит около 30 миллиардов звезд и имеет диаметр всего лишь в 7 раз меньше, чем наша галактика. При этом масса облаков в 300 раз меньше массы Млечного пути. Такая большая разница обусловлена отсутствием сверхмассивной черной дыры в центре, а также наличием огромных масс темной материи в галактическом гало нашей галактики. Облако относится к классу SBM, промежуточному между карликовыми спиральными и неправильными галактиками. Гравитационное воздействие тяжелых соседей оставило лишь следы от его спиральной структуры, но перемычка в центре остается отчетливо видна. Большое Магелланово облако имеет особенных представителей. Например, звезда R136E1, расположенная на расстоянии 165 тысяч световых лет, является самой тяжелой звездой среди обнаруженных. Этот голубой сверхгигант тяжелее Солнца в 315 раз, а температура его поверхности превышает 40 тысяч кельвинов. Яркость R136E1 превышает солнечную 8,7 миллиона раз. Здесь же расположена одна из крупнейших звезд в изученной Вселенной. Диаметр красного сверхгиганта WOH-G64 составляет более полутора тысяч солнечных. Это лишь на 25% меньше диаметра самого крупного из обнаруженных супергигантов Стивенсен-2-Defis-18. Согласно современным представлениям об эволюции звезд, WOH-G64 находится в заключительной стадии своего развития и превратится в сверхновую в течение нескольких тысяч лет. Наконец, говоря о подгруппе Млечного Пути, нельзя не упомянуть поток Девы. Он занимает около 5% площади звездного неба и представляет собой очень рассеянный и бледный поток из нескольких сотен тысяч звезд на окраине нашей галактики. Согласно мнению большинства ученых, поток Девы – это остатки карликовой сферической галактики, почти полностью поглощенной Млечным путем. Если мы начнем двигаться дальше, то вскоре встретим галактику, известную под названием Туманность Андромеды. Вместе со своими спутниками она входит в местную группу и образует подгруппу Андромеды. Расстояние до этой галактики составляет около 800 килопарсек или 2,5 миллионов световых лет, что делает ее ближайшей к нам не карликовой галактикой. Диаметр Туманности Андромеды составляет около 220 миллионов световых лет, чуть больше, чем у Млечного Пути. Она содержит около триллиона звезд, что в 3-5 раз превышает количество звезд в нашей галактике. При этом массы галактик приблизительно равны и составляет около полутора триллионов солнечных масс. Это связано с тем, что звезды, формирующие Туманность Андромеды, в среднем более древние и легкие, чем светило Млечного Пути. Будучи одной из наших ближайших соседок, Андромеда – одна из немногих галактик, которые можно наблюдать невооруженным взглядом. Она выглядит как продолговатое светлое пятно, причем его угловой диаметр в 6 раз больше, чем у Луны. Туманность Андромеды является спиральной галактикой с двумя явно выраженными рукавами. Ее отличительной особенностью является двойное ядро. При наблюдении в телескоп можно заметить два четко выраженных скопления звезд в центре галактики, расстояние между которыми составляет около пяти световых лет. Согласно одной теории, Андромеда когда-то поглотила другую галактику, захватив ее ядро. Также существует предположение, что она имеет все же только одно ядро, но часть его затенена пылевым облаком. Общая масса центральной части галактики по расчетам превышает 140 миллионов масс Солнца. Туманность Андромеды включает в себя около 400 шаровых звездных скоплений, что примерно в 2-3 раза больше, чем в Млечном пути. Это может быть связано с тем, что Андромеда поглотила множество карликовых галактик в прошлом и эти скопления – остатки их ядер. Данная галактика имеет около 30 спутников, самыми яркими из которых являются карликовые спиральные галактики М32 и М110. Согласно некоторым теориям, несколько миллиардов лет назад М32 протаранила туманность Андромеды, оставив в ее структуре гигантскую дыру. Для самой М32 столкновение также не прошло даром – существенная ее часть превратилась в галактическое гало Андромеды. Согласно расчетам, приблизительно через 5 миллиардов лет Млечный путь столкнется с туманностью Андромеды. Достоверно смоделировать последствия столь титанической встречи пока невозможно. Но это точно будет эпическое зрелище. Третьим крупным участником местной группы является галактика Треугольника. Она вдвое меньше Млечного пути и не имеет доказанных спутников. Однако некоторые карликовые галактики местной группы могут быть гравитационно связаны с ней. Скорее всего, галактика Треугольника не имеет сверхмассивной черной дыры в центре. Ее диаметр составляет около 50 тысяч световых лет, а расстояние до Млечного пути лежит в пределах от 2,7 до 3 миллионов световых лет. Также данная галактика содержит туманность NGC 604, крупнейшую известную область активного образования звезд. Эта звездная колыбель достигает в поперечнике 1300 световых лет. Здесь компактно расположены около 200 гипергигантов общей массой около 100 тысяч солнечных. Это молодые и горячие звезды, мощное излучение которых ионизирует окружающее звездное скопление газ, заставляя его ярко светиться, что делает туманность довольно яркой. Помимо этого в местную группу входят объекты, которые нельзя отнести ни к одной из перечисленных выше подгрупп. Как правило, это удаленные карликовые галактики и звездные скопления, не имеющие прочной гравитационной связи ни с одной из трех крупных галактик. Среди них можно выделить галактику IC10. Она расположена на расстоянии примерно в 2,2 миллиона световых лет от Солнца и является единственной в местной группе галактикой, в которой идет процесс активного образования звезд. IC10 имеет огромную водородную оболочку, радиус которой намного больше радиуса самой галактики. Причем звездный диск IC10 вращается в противоположную сторону, по сравнению с этой оболочкой. Несмотря на размеры в сотни тысяч световых лет даже самые крупные галактики — это лишь крошечные точки в крупномасштабной структуре Вселенной. Расстояния между ними огромны, ведь даже свету приходится лететь миллионы лет, чтобы достичь ближайших из них. Тем не менее, мы можем наблюдать и изучать их. Космос хранит множество загадок, и человечество не устает их разгадывать, ведь каждое открытие — это еще один шаг на пути познания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok